Урок 21. Задача первая. Отрезки АВ и СД. Диаметры окружности с центром в точке О. Будут ли равны хорды АС и ВД? Давайте рассмотрим треугольник АОС и треугольник ВОД. Диаметры. Радиусы одной и той же окружности равны. Вертикальные углы равны. Эти треугольники будут равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. В стороне АС одного треугольника соответствует сторона ВД другого треугольника. Значит, хорды АС и ВД равны. Задача вторая. Отрезок МН. Диаметр окружности с центром в точке О. МП и НП равны хорды этой окружности. Надо найти угол ОМП. Вот этот угол надо найти. Давайте рассмотрим треугольник МПН. В этом треугольнике равны боковые стороны. То есть этот треугольник является равнобедренным. Если провести отрезок ПО, то это медиана, потому что точка О – это середина отрезка МН. В равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является и бисектрисой, и высотой. Значит, вот этот угол будет прямой. 90 градусов. Кроме того, ПО – это радиус окружности. ОМ и ОН – это тоже радиусы. Значит, треугольники МПО и ПОН – это равные, равнобедренные треугольники. А в равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Значит, вот эти углы будут по 45 градусов. Так, угол ОМП – 45 градусов. Задача третья. Отрезки АВ и СД – это равные хорды окружности с центром в точке О. ОЕ – перпендикуляр к АВ, ОФ – перпендикуляр к СД. Надо сравнить отрезки АЕ и ДФ. Давайте рассмотрим треугольник АБО и треугольник СДО. Это треугольники равны. Они будут равны по третьему признаку, по трем сторонам. Во-первых, радиусы одной и той же окружности равны. Кроме того, по условию задачи АВ и СД – это равные хорды. Значит, вот АВ и СД – это равные хорды. Треугольники равны по третьему признаку, по трем сторонам. Затем давайте рассмотрим высоту ОЕ и высоту ОФ. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является медианой и бисектрисой. Она является медианой. Вот что важно. Значит, точка Е делит отрезок АВ пополам, точка Ф делит отрезок СД пополам. Так как АВ и СД – это равные отрезки, значит, и АЕ и ДФ – это равные отрезки. Значит, эти отрезки равны. Задача четвертая. На окружности с центром в точке О последовательно взяты точки В, С, Д, Е, Ф. Так что точки В и Ф – это концы диаметра. Известно, что угол БОД равен углу ДОФ. А в сумме они составляют развернутый угол. Значит, каждый из этих углов по 90 градусов. Известна градусная мера угла БОЦ. Угол БОЦ – 30 градусов. Угол ЕОФ – 60 градусов. Этот угол 60 градусов. Надо сравнить отрезки БД и ЕФ. Давайте найдем эти отрезки. Отрезок БД – это хорда, которая является основанием равнобедренного треугольника. И против основания равнобедренного треугольника лежит угол 90 градусов. А теперь давайте рассмотрим треугольник ЕОФ. Это тоже равнобедренный треугольник, потому что все радиусы одной и той же окружности равны. Отрезок ЕФ – это отрезок, который является основанием равнобедренного треугольника. И угол, который лежит против основания, равен 60 градусов. 60 градусов меньше, чем 90 градусов. Значит, отрезок ЕФ меньше отрезка ДБ. Задача пятая. Могут ли три окружности иметь ровно 7 точек пересечения? Это невозможно. Наибольшее конечное число точек пересечения трех окружностей – это 6. На рисунке показан такой вариант. Вот наибольшее возможное число точек пересечения трех окружностей – это 6. Но никак не 7. Значит, ответ в этой задаче – нет, такое невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...